Даже не только чувствую, я верю, что она жива, вот не знаю почему-то. То ли думаю все время поэтому. На тот момент, ну естественно рассматривалась версия серийности, немного не бился здесь конечно Эдик, потому что если у Насти с Аней был достаточно схожий типаж, то конечно Эдик немного выпадал, эта версия рассматривалась, ну была по моему версией просто похищение с целью там вывоза за границу. На меня доходит информация, мне скидывают данные человека, которые утверждают, что он видел Аню в городе Нальчик на рынке. В костюме цыганки. Дословно он мне сказал следующее, он шел по рынку, увидел цыганку, смутило очень голубые глаза цыганки, молодой девушки. И долго мучился где и как, пришел домой и там каким-то образом там начал рыться. И Нальчик наткнулся на розыск Аней. И он был достаточно сильно убежден, что он видел именно ее. Но, к сожалению, не этой девушке уже на тот момент, не по-моему вообще вот это вот, кто там, какой-то табор или кто они там были. Нальчики уже оперативникам обнаружить не удалось. До пропажи Ани в районе, в том числе, по-моему, 57-й школы, к девочкам, ну приблизительно возраста где-то 11 лет, если я не ошибаюсь, дважды в течение нескольких дней. Подъезжал мужчина, который просил поехать и показать, где находится то ли 22 школа, то ли что-то он их спрашивал. Насколько я понимаю, во-первых, со слов этих девочек, приблизительно был составлен фоторобот. Если вы помните, вот этот, который был в кепке толстомордый. Второй момент, что был еще там свидетель, тоже несовершеннолетний, который видел, как якобы Аня тоже разговаривал с человеками. По-моему, вот именно он описывал, что это была семерка. Как искали эту семерку в Тюмени, я вам могу сказать даже по тому, как я общался со знакомыми гаишниками. Вот здесь действительно надо отдать должное сотрудникам ГИБДД. Вот там не на страх она стоять. Люди лопатили эти семерки, но просто там действительно поначалу, по крайней мере, и достаточно серьезные. В 12 часов дня центральная площадь села Лугового. Магазин выходит на центральную площадь. Дальше на площади автобусная остановка. Последний человек, который разговаривает с Настей, это продавщица магазина. Ну там еще соседка, которая выходила, якобы Настя там тоже с ней пару слов обмолвилась. Ну так скажу, показания соседки там, насколько я помню, были под большим сомнением. Ребенок выходит из магазина на улицу, где в принципе какие-то люди, ну в 12-го дня все равно кто-то есть, какой-то автотранспорт. И на этом все. И бесследно исчезает. Никаких практически вообще концов. Она ушла в 11, в 12 где-то, ну в первом часу. Я пошла в магазин узнавать, что была, нет. Она была, сказали. Ну она пошла, когда из магазина вышла, она пошла прямо к машине. Ну мы сначала вот в деревне побегали, поискали везде к подружкам, по подружкам, по ее, да везде. Походили, поискали. Ну поспрашивали. Сказали, говорит, что нет, не было. А потом детализацию звонков поехали делать. Детализацию звонков. Мы звонили несколько раз, еще на телефон звонила и все. На телефон два раза, три раза он, я уже сейчас не помню, три раза, наверное. Вызов шел, а потом уже прекратился вызов. Уже не было. Вот сейчас как живете? Да нет, что сейчас одна живу я. Конечно, плохо. Тяжело. Все время вспоминаю. В каждой комнате фотографии навершила вот здесь. Вот это тоже, вот здесь она, сыночка с моей. Маленькие еще обе. Насколько я понимаю, он просто гулял возле 35-й школы, то ли полседьмого вечера было, то ли что. И кто-то там последний его видел, я уж честно сейчас боюсь соврать. И то же самое, после этого пропадает ребенок полностью. Насколько я помню, в то время с привлечением курсантов прочесывали район Волгоградской, маяка, ну не знаю там, насколько это, тоже результатов никаких не дало. Эти дела вновь подняли после того, как встал вопрос о серийности. Было предположение о том, что преступник мог либо сесть в тюрьму, либо уехать в другой регион. То есть прервать, потом появиться вновь. И поэтому эти все дела поднимались, по новой рассматривались. И вот эти вот случаи, в основном, насколько я помню, там они все Утешевские. Они рассматривались, насколько я помню, именно в рамках привязки к тому, что серийность какая-то была возможна. Но насколько я понимаю, тоже большого результата пока на сегодняшний день. Видимо, не достигли ни там, ни там.